Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Юлия выходит из биоробота, становится рядом. Если в ее биороботе еще находятся чужеродные голограммы или копии, все это выходит и становится рядом с ней. Она в клетке. Грустная очень. Она в клетке? Да, она вышла вместе с клеткой. Хорошо. Защищаем ее физически биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юлию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами, клетку берем в сетку и вместе с тонкой копией Юлии и этой клеткой поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Мы на месте. Хорошо. Клетку отправляем в нашу клетку. Один, два, три. Она так не снимается, с нее просто. О, так просто не снимается. Так, хорошо. Мы приветствуем Юлю. Интересуемся, готова ли она к диагностике? Доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? Да, но она держится за эту клетку и кивает. Она похожа, знаешь, на заточенную принцессу в замке, которая смотрит из окна на всех. Юля, а что это за клетка? Объясните. Она не знает. Она давно с ней. Хорошо. Давай я ее разрежу своим лазером. Значит, три, один, два, три. И отправляю ее в клетку-тюрьму. У меня какая-то меланхолия. Она в клетке-тюрьма. В клетке это клетка. Сейчас, да. И от этой клетки я выстраиваю канал и притягиваю всех ответственных, связанных по энергетике с этой клеткой и с энергией. Юлий. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Все ответственные сюда притягиваются. Мужчина. Отлично. Хорошо снимает все маски, голограммы. Он представит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Изменился? Он не изменился, но у него нет канала клетки. А вот у Юлии есть, у нее какая-то цветовая дорожка какая-то к ней, к этой клетке. Такие же цвета у клетки, как у Юлии. Хорошо, будем разбираться. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Юлии. Два, три. Скэнер сканирует все симптомы кистио Юлии. Находит все. Интерференты выходят, но вот у нее... Таким же цветом накидка есть. Да ты что? Таким же цветом, как клетка. Полный рост накидка. Хорошо, снимай накидку, отправляй в клетку-тюрьму. Дабу и так, а так и есть. И от накидки выстраивай канал к ответственной притягиваю в клетку-тюрьму. Один, два, три. Ящер. Вот так вот. И от ящера выстраивается канал ко всем остальным ответственным. Один, два, три. И притягивай их сюда в клетку-тюрьму, становясь самыми заложниками. Знаешь, от него идет канал к накидке, от накидки. Они как на шпагу нанизаны все. Вот от ящера идет накидка, клетка. И вот этот мужчина, он как... Посредник. Ну, он даже не посредник. Он как под его чарами, что ли, так сказать. Этого ящера? Да. Ящер, что здесь происходит? Ты мне... Расскажи-ка, пожалуйста. Вера, считай цифры над головой ящера. Ты что здесь, какие-то эксперименты над человеческими душами ставишь? Считай цифры над головой ящера, Вера. Ну, от него какой-то этот идет. Вот, что он играет судьбами людей. А ну, считай мне цифры... Считай мне цифрами над этого игрока, над людьми. Триста восемьдесят четыре. Слышишь, ящер, а не слишком ли ты со своей гордыней поднялся высоко, а? Он говорит, что вас как пластилин можно лепить. Отлично. Я тебе сейчас покажу, что такое пластилин. Влад, лазером сожги за щитула ящера и положи его на пол. Приступай. Да будет так, атаки есть. Обновляй лазер. Не слышу. Обновить тебя нужно. И даю апдейт лазеру. Один, два, три. Лазер получает самое последнее обновление всех цивилизаций во вселенной. Да будет так. Пошли обновления. Сканирует, пробивает, сжигает любую защиту. Да будет так, атаки есть. Пластилин. Ты посмотри, какой паразит. Он говорит, что заканчивай, хватит, будем договариваться. Да не буду я с тобой договариваться. Я после слов пластилин вообще с тобой договариваться не буду. Я просто приглашу кого-то, кто оценит твою степень тобою учиненных вещей. Ты мне ничего предложить не можешь, ящер. Ты не моего уровня, понимаешь? Ты меня пластилином назвал, нас люди, а я тебя называю пластилином. И хочешь, я из тебя сейчас пластилин сделаю в этой клетке. На каком основании ты установил эту клетку и эту накидку на нее надел? Вами так легко манипулировать. Значит, ты сделал это из состояния того, что тебе просто так хотелось. Про законы мироздания ты слышал, но тебе плевать на них, правильно? Ну вот он ее показывает сейчас, что она мягкая. И он из нее лепит. Сколько ты находишься в ее биополе? 23-25 лет. 23-25 лет. Значит, ты был ответственной за давление 260, да? Ты бил ее по почкам. Нет, я ее не бил. Кто поднимал давление до 260? Посмотри вокруг. Хорошо, Вера, давай пройдемся, посмотрим, кто у нас там в клетке находится. С этим потом будем разговаривать. Пластилина, лепитель. Спрут. Спрут. Инсектоид. Инсектоид. Бес. Бес. Все. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе уже? 10 лет. 10 лет. Кто из вас, прут или инсектоид, кто был ответственен за высокое давление? Больше клетка. Больше клетка. Влияли все на ее состояние. Хорошо. Инсектоид, как долго ты находишься в этом биополе? 6. 6 лет. Бес, считай цифры над головой. Как долго ты находишься в этом биополе? 3 года. Цифры? 3 года. Цифры над головой. 8. 8. Хорошо. Веселая компания получается. У нас, значит, это накидка, клетка, которая принадлежала ящеру. Спрут, инсектоид и бес. Правильно? Никого не забыли? Мужчина еще там. И мужчина еще. Насажен на это же. Так, что это за мужчина? Объясни мне, ящер. Через мужчину влиял на нее. Мужчина является твоим контактером? Или твоим слугой? Или как это называть у вас? У тебя контракт с ним? Ну, он сам не знает. Так же, как она. Сталкиваю лбом обоих. Манипулирую. И что получается в результате столкновения лбом их обоих? Треугольник. Я, он, она. Чуть ниже микрофона пусти, Верочка. Какая была конечная цель твоего эксперимента? Ящер, конечная цель твоего эксперимента? Да, это экспериментом-то нельзя называть. Так, манипуляция. Хорошо, цель твоих манипуляций. Постоянная откачка энергии. Сколько процентов энергии ты у нее забирал из 100? Выжимал по полной. Давил. Цифру назови. 80. 80 процентов. Ну, это уже крайний уровень. Все понятно. Так, объявляю всем программу на сегодня. Вы находитесь на чистке. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим всю темную, заберем всю светлую энергию. После этого я дам команду каждому выйти. Мы проведем рассинхронизацию, сожгем каналы. И после этого будет проведена проверка 3 миллиона, 3 миллионами герц. Если кто-то что-то забыл или оставил, он просто сгорит. В этой клетке такое бывало неоднократно. С теми, кто несерьезно воспринимает мои слова. Все, кто пройдут проверку, за исключением ящера, я здесь буду еще с ним разбираться, те уходят первый раз на свою чистоту. Всем понятно? Понятно. Ящер, я не понимаю, что ты вот под словами подразумевал, когда, говорит, будем с тобой договариваться. Что ты, как ты себе это вообще представлял, со мной договариваться? У меня здесь командиры кораблей, вот этих пирамид стояли в клетке. Вместе с пирамидами они ушли в другой мир. И ты хотел со мной договариваться? 384 уровень, называющий нас пластилином? Ну ты реально недооценил эту серьезную ситуацию, которая на Земле действительно сейчас происходит. Все, поехали. Энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз, до последнего микрона. Она не может каналы сделать. Она говорит, как? Хорошо, я подхожу к Юле и кладу руки на плечи. Юля, вы выстраиваете мысленно каналы, как трубы, каждому ответственному интерференту. Они сами к этим трубам подойдут, и вы дадите искреннее свое желание отторжения этой темной энергии, и она пойдет по каналам к ним. Вам понятно? Наверное, понятно. Она переполнена их энергией. Хорошо, значит, я понимаю, она ничего здесь сейчас сделать не сможет. Тогда я подхожу к ней, кладу руки на плечи и помогаю моей энергии, спроецировая все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Один, два, три. Каналы выстроились. Да, есть. И я даю команды тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии и откат всех негативных программ и негативных мыслей форм. Один, два, три. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Юле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Идет энергия? Да, идет. Есть лярвы на теле? В принципе, глупый вопрос. По-другому поставлю вопрос. Много лярв в ее биополе? Говорит, что у нее перетянуты поступы отхода энергии. Он показывает щеколотки, потом запястье, шея. А кто их перетянул? Ну, это лярвы там в этих местах. А, в этих местах лярвы. Хорошо. Ты хочешь меня попросить, чтобы я эти лярвы тебе отдал в конце сеанса? Да, он боится тебя просить. Почему? Можешь спросить. Я тебе отдам эти лярвы. Ты мне будешь отвечать. Хорошо, ты будешь мне отвечать на все вопросы. Кооперировать со мной. И у меня нет никакого повода самому их снимать, уничтожать. Я могу их тебе отдать. Класс. Хорошо. Ждем окончания реверса. Закончился. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Юлия забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И выстраивает дополнительный канал сейчас к этой накидке. Один, два, три. От Юлии к накидке. И забираем всю чистую, светлую, божественную энергию, которая есть там. ДНК частицы. Все назад возвращается. Частички ее души, если присутствуют, все назад возвращается из накидки. Точно такой второй канал выстраивает клетки к этому мужчине. Один, два, три. Если в них еще что-то осталось от Юлии, все возвращается назад. Ну, она раздарила свою душу. Кому? Всем троим. Возвращается все? Да. Усиливаем потоки до последнего микрона. Она так дышит, как будто и воздуха не хватает. Возвращается энергия ее, родная. Она, наверное, уже 25 лет не чувствовала. С вами все хорошо, Юлия? Сейчас мы все заберем. Она говорит, не только энергия. А что еще? Я сама возвращаюсь. Наблюдайте за этим процессом, принимайте активное участие. Мы все сделаем. Не беспокойтесь. Готово. Отлично. Хорошо. Энергию мы все вернули. Тогда мы начнем с... Так. С кого мы начнем? Со спрута начнем. Спрут. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Все подключки. Все отключай. Высасывай жидкость. Ничего не забывай. И докладывай о готовности к проверке. Приступай. Голова на голове. Жидкость у него. Каша? Каша делала. Она, знаешь, больше как не каша, а как слизь какая-то. Хорошо, Спрут. Объясни мне, как это влияло на ее физическое состояние? Тупая голова. Забытие как будто. Тупая голова в забытие. Ну, есть такое ощущение. Иногда бывает, как мешком по голове ударили. Комфортно ему было в этой слизи. Ну, то, что ему было комфортно, я в этом даже и не сомневаюсь. Было ли ей комфортно с тобой в своем теле? А, Спрут, как ты думаешь? Затылка снимает, пересоски. Он никак не думает. Окей. Хорошо. Забрал все. Хорошо, Индик, то это выходи. У тебя есть инкубатор там в животе? У него тоже слизи инкубатор. Вытаскивай все, ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Приступай. Очень комфортно ему тоже было там. Так что ему в счет выставить за пребывание? Комфортно. Один 10 лет, второй 6 лет. Забрал. Хорошо, Бес, выходи. Собирай все, что осталось на твоей чистоте. Снимай все подключки, носочки. Что у тебя там? Объясняй, как оно действовало на нее. У него установочка, как он называет. Установочка. Да, у них все уменьшительно. Одеялка, носочки, установочка. И что за установочка у тебя там, расскажи. Тормозила она ее. Ногами или как? Как она влияла на нее? Тормозила в голове, тормозила или как тормозила? Или в делах тормозила? В делах. В делах. А как ты мог повлиять? Повлияла на одном и том же уровне. А, вот как. Скажи, а это касается и финансовый, финансовых дел, денег, дел. Вот это торможение, оно сказывалось на финансовом благосостоянии ее? Он говорит, что на все сказывалось, но не я причина этому был. А кто? Причина в голове, я лишь ноги тормозил. Хорошо, причина в голове. Ты имеешь в виду в ее голове или от влияния какого-то интерферента? Проспрута, говорит. А, проспрута, да. Снялся. Хорошо, Биос, я тебе разрешаю снять все лярвы, которые находятся в ее биопуле. Снимай и возвращайся в клетку. Готово. Хорошо. Так, и я включаю сейчас внутренний белый свет Юли. Один, два, три. И на счет три она начинает выдавливать из себя все, что осталось на чистоте ящера клетки этого мужчины. И накидки. Один, два, три. Безболезненно из всех семи тонких тел выходят все подключки ящера. Один, два, три. Отключается и формируется в шар, пока 100% не выйдет из биопуле Юли. Ты знаешь, у нее отключились накидки, вот эти ключки отключились. И с нее начало выходить эмоциональное состояние на чистоте вот этого, видимо, ящера. Оно таким же цветом, как накидка и клетка. Формируем все это в шар, усиливается. Потоки выдавим до последнего микрона, все выходит. Каждый микрон яда, все выходит. Только ее энергия остается. Там шар должен быть огромный. Готово. Какой шар, Вера, пиши? Шар таким же цветом, как клетка и накидка. Хорошо, я отправляю шар в клетку с накидкой. Один, два, три. Хорошо, и я даю команду на счет три. Начинается рассинхронизация между Юлией и ящером, клеткой, накидкой, спрутом, инзиктоидом, бесом и этим мужчиной. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Готово. Хорошо. Я подхожу к Юлии, кладу руки на плечи и даю импульс высокой аббрационной шоковой удары и сжигаю все каналы к интерферентам. На счет три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Отлетело? Да, отлетело. Открывается портал в галактическое ядро и все каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает контрольную проверку тонкой копии Юлии. Малейшие наночастицы сжигаются на месте, если что-то крупное осталось в ее биополе. Подключки активные. Все это загорается ярко-красными маячками. Один, два, три. Скэнер сканирует и проводит проверку. Чисто. Хорошо. Будем отпускать тех, кто заслужил. Те, чтобы их отпустили. Бес, ты готова уходить? Готов. Хорошо, Бес, я прошу тебя больше не приходить в ее биополе. Скажи мне, Бес, ты три года сидел. В ее квартире есть порталы? Он не знает. Не знает. Хорошо. Индик, ты знаешь, есть порталы в квартире? Тоже не знает. Спрут, ты десять лет сидел. Ты должен знать, есть порталы. Им почему-то всем очень хорошо в ней было. Они не стремились куда-то выйти. Бывают такие энергии. Посмотрим, что это за энергия дальше. Хорошо. Так, и Бес готов уходить. Открывается внизу портал против часовой стрелки. На частоте Беса. Один, два, три. И Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Готов. Индиктоид. Ты больше в это биополе не приходишь. Тебе все понятно, да? Да, ему давно понятно. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте Индиктоид. Один, два, три. Индиктоид уходит на свою частоту. Забывай дорогу назад. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Спрут готов уходить? Готов. Тебе тоже самое касается. В это биополе даже не пытайся войти. Мы его будем проверять. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Спрута. Один, два, три. И Спрут уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Забывай, опечатай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо, я делаю запрос и прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствуйте, Ли. У нас здесь находится ящер, клетка, накидка ящера и какой-то еще мужчина. Ящер сидел 25 лет, отсасывал 80% энергии и считает нас, людей, за пластилин. Я не согласен, что мы пластилин. Знаем таких. Джентльменский набор. Через мужчин на нее влиял. Подавлял. Он, мне кажется, многое не договорил. Он, оказывается, еще на мужчин влиял. Это он не сказал. Забираем. Хорошо, благодарю тебя. Давай покеда. Ящер. Договорщик. Пластилина. Все остальное мы тогда в клетке уничтожим. Все, что там осталось. Кроме мужчины. Она это говорит, что уничтожай все. А мужчина вот этот, откуда он здесь взялся? Он сказал, что он его использовал без его. Я пытаюсь логическую цепочку составить. Как он здесь... У тебя есть цепочка логическая. Я же сказала, через мужчин на нее влиял. Все понятно. Благодарю тебя, Ли. Подожди. Она говорит, что она поймет. А мне не надо мужчине память чуть-чуть укоротить? Или это... Это не мужчина, это... Но она показывает фигуру, как из пластилина слепленная. Слушай, мы даже не проверим. То есть это то, что он влиял на нее. Она говорит, что бывают разные сферы влияния. Я просто не проверил, он органический или нет. Нет, он не органический. Не органический. Я сам и говорю, все в ядро. Все. Благодарю тебя, Ли. Не забрали. Отлично. Хорошо. И все, что сейчас находится. Накидка, клетка и этот мужчина, да? Да. Они как нанизаны на одну... Как шампур. Отлично. И под этим шампуром открывается портал в галактическое ядро. И это все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Такого еще не видел. Хорошо. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Юлия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Невероятно чувствую. Прекрасно чувствую. Отлично. Вы видели, какая у вас команда была там. Сидела 25 лет. Я еще разобрала. Даже межгалактическая полиция. Она говорит, я даже знаю, где я. Неправильно. Где я неправильно свернула. Отлично. Хорошо. Значит, тогда в следующий раз избежите такой ситуации. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему. Сейчас посмотрю. Секундочку. Она дышит. Она дышит. Она дышит как-то. Вот она вдыхает. И потом выдыхает. И вот эти энергии, они по всему телу у нее распределяются. И она говорит, скажите моему биороботу, чтобы не было давления, она должна распределять энергию равномерно по всему телу. И нигде не должно быть перетянуто. Она имеет в виду как раз запястье, шею, щеколотки. Она сейчас все расправила. И у нее идет вся энергия равномерно. Такими как, я бы сказала, полосами такая у нее спускается энергия в руки, в ноги. И вот эти дыхательные упражнения, говорит, они очень помогут. То есть вдох. И вот такой выход она как руками делает. У нее вот эти полосы идут, распрямляя все защимы в теле. И это убирает давление. То есть у нее гармонизируются все процессы внутри. Отлично. Хорошо. Вы озвучили это для своей копии, для своего биоробота на земле. Благодарит. Хорошо. Мы закончили с чисткой. У нас остались 10 вопросов куратора. Я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю в нашу комнату диагностики прийти куратора или учителя Юлии. Куратор. Снимаются все маски, голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК мы приветствуем куратора Юлии. Представьте, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Бонни. Бонни. Это мужчина, Вера, да? Да. Мы приветствуем вас, уважаемый Бонни. Меня зовут Влад. Перед вами Вера. Рядом стоит ваша подопечная Юлия. Мы сегодня проводили ее чистку. Вытащили там. Я думаю, вы в курсе кого мы вытащили. Заправили ее энергиями. Она очень, так сказать, бодро этими энергиями заправлялась. Видать, она все-таки знает их. Меркабу сама себя выставляла. Заполняла пустот. И у нас остались еще 10 вопросов, которые Юлия написала своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Ну, пусть радость освобождения наполнит эту комнату. Рад приветствовать всех здесь. Добро пожаловать домой, Юлия. Прими свои энергии и не забывай, кто ты. И как раз это сейчас мы хотим узнать, кто она, ее первый вопрос. Какая моя душа, в плане откуда она пришла и какой ее уровень? Уровень она имеет в виду, наверное, высшее я. Арктур. Арктур. Значит, вы представитель Арктура, я так полагаю, уважаемый Бонни. Замечательно. Рад приветствовать. Приветствуем вас. Очень рады видеть. Нам часто стали приходить арктурианцы. Нас это очень радует. Мы всем помогаем. Хорошо. Итак, Арктур и уровень высшего я. Отвечая на второй вопрос. У Юлии 12 уровень высшего я. Отлично. Хорошо. Поехали дальше. Второй вопрос. Сколько негативной энергии я накопила в данном воплощении? Странные возземляне. Прикованы цифрам. О, да. Но свои вопросы не можете посчитать. И не возвращаюсь. Отвечая на третий вопрос. Это у нее второй вопрос. 24% негативной энергии. 24% негативной энергии. Благодарим вас. Я ответил на третий вопрос. Хорошо. Ее первый вопрос состоял из двух вопросов. Поэтому, значит, у нас тогда получается на один вопрос. Если вы так прикованы к цифрам. Да. Или это только в одну сторону работает? Вы знаете... От нас вы требуете цифры. Но за собой вы не следите. Это просто замечание. Я отвечу на все Юлины вопросы. Уважаемый Боня, мы просили написать 10 вопросов. Просто люди иногда пытаются в одном вопросе уложить. Почему? Если вам так важны цифры. Для того, чтобы получить как можно больше информации. Мы говорим, вы можете задать 10 вопросов. Потому что я понимаю, у вас время тоже не бесконечно. И в 10 вопросах можно получить реальную помощь от своего куратора, если правильные вопросы задать. Но человек иногда пытается из 10 вопросов сделать 20 вопросов. Поэтому получается такая ситуация, что да, мы действительно привязаны. К сожалению, я не знаю, все нам об этом говорят. Все удивляются привычке землян, любви к этим цифрам. Сколько тысяч лет мы прожили. Сколько миллионов километров мы находимся от вас. На земле это называется корысть. От нас вы требуете четких цифр. Но к нам вы задаете 20 вопросов в 10. Согласен. Я никогда не видел так, но это действительно какая-то форма корысти. У меня нет претензий к Юлии. Я еще раз говорю и отвечу на все ее вопросы. Я просто хотел обобщить. Я понял ваше обобщение. Я понял, как вы имели это в виду. Без проблем. Благодарю вас. Просто так и есть. Вы правы. Я это хотел сказать. Если вы позволите, я перехожу к следующему вопросу. Пожалуйста. Сколько у меня было воплощений на земле? Если можно, расскажите об одном из них. 12 воплощений на земле. Подождите, мне надо спуститься. Вам архив надо посмотреть. В ленте времени. Твои предыдущие воплощения. Ну давай возьмем вот это. 1758 год. Царская Россия. Девушка. Городская крестьянка. Село. Село. Хорошо. Чем занималась? Была замужем? Дети? Счастливо прожила? Минуточку. Прошу, прошу. Выросла в прекрасную девушку. Была замечена князем. В Санкт-Петербург переехала. И чем эта история закончилась? Очень интересное начало. Учитель. Она стала учителем. Значит она получила образование? Да. И стала учителем? Научила девочек в школе. В детской, в женской гимназии. Я увидел сейчас. Они все в формах одеты. И у нее такое красивое черное платье. Благодарю вас. Как интересно. Она замужем была? Она вышла замуж за этого князя. Но не любила мужа. Хорошо. Благодарю вас. У меня больше вопросов нет. Если вы еще от себя хотели что-то добавить. Дети у нее там были или нет, я не знаю. Не было. Не было. Хорошо. И последний вопрос. Сколько она прожила в той жизни? 58 лет. 58 лет. Благодарю вас. Я перехожу к следующим вопросам. Если вы согласны. Пожалуйста. Сколько у меня кармических узлов и сколько осталось? 5 кармических узлов. 3 прошло. 2 осталось. Благодарю вас. Следующий вопрос. Какое мое предназначение в этом воплощении? Наверное, как и у всех душ. Вырасти в теле человека. Использовать свои энергии. Фарктура. Познание себя. Только после этого ты сможешь дарить их в правильном направлении. Как ты уже и поняла. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Вот честно говоря, я должен извиниться перед вами. Потому что мы нашему администратору говорили, когда приходят вопросы. Никогда не спрашивают своего куратора, что делать, куда идти, чем заниматься. Видать, я не заметил этот вопрос. Я прошу прощения, но он здесь присутствует. Если вы не хотите на него отвечать, я его зачитаю вслух. В каком направлении мне идти? Чем заниматься, чтобы приносить пользу людям и человечеству? Чувствую такую необходимость в своей душе? Ты должна понять в первую очередь себя, прочувствовать эти энергии, помочь самой себе вырасти внутри, научиться защищать себя. У тебя много знаний. Ты не зря была учительницей в прошлой жизни. Отлично. Но пока ты сама не познала себя, ты не можешь нести крупицу знаний. Вспоминай, кто ты. Чувствуй энергии. Наслаждайся собой. Так как твоя душа только сейчас полна. А до этого ты дарила ее. Прими себя. И узнав своей энергией, все изменится. Решение придет. Благодарю вас. В моей жизни есть человек Александр. Наши отношения не сложились. Но я связана с ним эмоционально. Это какой-то кармический момент или нет? Это потеря себя. Ну развяжи эту связь. Хватит дарить себя бездумно. Займись собой наконец. Ты потеряла стержень. Мы заметили эту уважаемую Буни. Мы сегодня возвращали ей эти энергии. Ее родные энергии, которые были частички души. Которые были частично в этой накидке, которую ящер установил 25 лет назад. Потом она сидела в клетке. Я не знаю, вы в курсе нашей чистки сегодняшней или нет. Но там действительно были пару таких. И был и среди них один мужчина. Вернее его фантом, который в принципе не являлся органическим. Не об этом речь мужчине. Я объяснил. Это не связь. Это крючок. На который ее посадили. И она в силах развязать эту связь, убрать этот крючок и начать жить счастливо, радостно, полно. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Это не вопрос, а это частично какое-то утверждение. Я прочитаю, как она написала. Со своими матерью и дочкой я была знакома в прошлых жизнях. Кем они мне приходились? Была она знакома со своей матерью и дочкой? Вы заставляете спускаться меня по жизни. Я прошу прощения. Это ее вопросы. И опять мы вернулись к ленте времени. В принципе, мы могли бы сейчас поставить экран и посмотреть это все сами. Но этот вопрос почему-то она решила вам адресовать. Это человеческий фактор. Плетать чужие судьбы. При первой встрече с куратором. Нам это не понять. Вы не представляете, насколько вы правы. Мы уже несколько сотен проводили таких встреч. И каждый второй раз возникают именно какие-то вопросы, связанные со своими родителями или со своими детьми. И каждый раз куратор вынужден объяснять, что у этого и у дочки, и у матери есть свои кураторы. И у них есть своя программа. Я лишь скажу, что с дочкой на земле первая встреча. А у матери есть определенные кармические узлы, которые определенным, в определенной форме повлияли на Юлию. Отразились на ней, да. Благодарю вас. Здесь все понятно. Хорошо. Вы позволите переходить к следующему вопросу? Предпоследнее. Хорошо. Как мне развиваться и расти дальше? Мы крутимся опять возле вершней энергии. Мой ответ будет тот же. Прочувствуй свои энергии. Ты не сможешь развиваться, пока ты не поймешь, кто ты. И как твоя энергия влияет на твои знания и здоровье. Ты не сможешь улучшить свою жизнь без этих энергий. А не улучшив свою жизнь, ты не сможешь помогать или делать шаг в сторону. Цепочка, получается. Помощи кому-то. Да. Одна и та же цепочка. Мы уже говорили об этом сегодня. А у Арктура очень сильная энергия. Поэтому те, кто умеет ими работать, те хозяева, так сказать, своей жизни. Вы закончили, уважаемый Буни? Да. И самый последний вопрос, я думаю, он вам понравится. Как мне связываться со своим куратором? Не уверен, что Юлия готова связываться. Все приходит постепенно. Пусть развивается, придет время, и тогда этот вопрос станет для нее актуальным. Если осознание начнет открываться, знания, которые есть уже внутри, я могу лишь сказать, стандартный метод связи — это канал из родных энергий ко мне. Имя ваше. Он выглядит, ты сама должна представлять и понимать. Это то, что ты должна почувствовать внутри себя, прежде чем связаться со мной. Скажите, Буни, это генетическая память или как это правильно назвать? Возврат памяти. Родные энергии. Родные энергии. Благодарю вас, уважаемый Буни. У нас осталось заключение. Благодарю своего дорогого куратора за все ответы на мои вопросы. У всех своя генетическая память. Она вложена в родные энергии. Эти энергии вибрируют по-разному. Поэтому так важно помнить их и чувствовать внутри себя. Они дают силу. Это какое-то знание. Все они летают в знание. Я только хотел сказать, я это ощущаю на плане, как будто это знание, которое я знаю, но я не знаю, откуда и почему я это знаю. Так оно и выглядит. Благодарю вас. Уважаемый Буни, мы закончили. Если вы хотели сейчас активировать энергии Арктура, если она готова. Она уже активировала их и пропустила по всем своим важным точкам, исцеляя себя. Значит, все у нее включилось. 12 уровень высший я не случайно. Уважаемый Буни, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Всем кураторам, всем учителям. Пусть-то Арктур, Марс, Венера, откуда или Ангельский мир, мы всегда преподносим наш традиционный подарок. Еще никто от него не отказался. Даже первородные души с удовольствием его брали. Позвольте вам преподнести большую корзинку с самыми вкусными и спелыми ягодами, которые только есть на Земле. Один, два, три. Верочка появляется. Перед тобой эта корзинка. В твоих руках, вернее. Покажи, пожалуйста, уважаемому куратору Буни, захочет ли он взять это. У вас интересные цвета на Земле. Согласен. И все круглые формы. И еще один подарок попросила передать вам ваша подопечная Юлия. Влад и Вера, если можно, подарите от меня, моему куратору, лесную поляну благоухающих ландышей. И, Верочка, эта мыслеформа появляется. Один, два, три. Лесная поляна и распустившиеся благоухающие ландыши. Один, два, три. Летний день. Птички поют. Солнце светит. Ветер. И тепло. Необычный пейзаж. Но больше меня. По вкусу, запах. Благодарю, Юлия. Благодарю вас. Благодарим. И мы вас, уважаемые Буни. Нам очень было приятно общаться с Арктуром. Передавайте всем своим кураторам. Мы с удовольствием, если у вас есть души, которые уже готовы, мы с удовольствием откроем им двери, проведем сеансы. И поможем тем самым и вам, и им. Я вижу двери открытые. Вы видите уже этот свет. Замечательно. Почему все замечают этот свет? Это не свет. Это мощь. А это мощь? Либрации. Благодарю вас за это объяснение. За то, что ощущают. На этом тогда и остановимся. Примите искреннюю энергию благодарности на этом месте от меня, от Веры, от Юлии. Я не говорю прощайте. Я говорю до скорых встреч. В жизни всегда встречаются несколько раз. Возможно, мы еще встретимся. Еще какие-то вопросы у нее будут. Или если мы чем-то можем помочь Юлии обратиться к нам, мы обязательно сделаем новую встречу. Для ее развития это будет, конечно, большая помощь. Благодарю за эту встречу. Благодарим вас, Верочка. Благодарю за освобождение Арктура. Арктурианки, да. Освобождение Арктурианки, можно так сказать. Я говорю Арктура, потому что часть Арктура находится в ней. И это важно для нас. Каждый из вас имеет частичку Арктура в себе? Энергии Арктура. Энергии Арктура. Наши родные энергии. Понимаю. Поэтому так чувствовали интерференты себя уютно в этом биопуле. Теперь мне все понятно. А ее задача поднять свою осознанность, чтобы никакой интерферент больше никогда не вошел. Он и не войдет, если у нее защита Арктура стоит. Они просто сгорят. Очень интересные ответы. Никто не сгорит без ее работы. Да, конечно. Здесь никто не спорит. Ее домашнее задание остается открытым. Она должна теперь... Теперь она чистая. Теперь она может показать, на что она способна. Теперь ей никто не мешает. Путь открыт. Да будет так. А так и есть. Отлично. Хорошо, Верочка. Мы прощаемся с куратором Бонни. Мы посылаем искреннюю энергию благодарности всему Арктуру и всем светлым душам. И я говорю, до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Нет, он ушел. Отлично. Хорошо. И я обращаюсь к Юле. Юля, у вас произошла встреча с куратором. Вы все поняли? Все довольны всем? Вопросы есть? Сейчас под впечатлением находится. Он говорит, как мы ошибаемся на человеческом уровне. Пытаюсь выжать из первой встречи информацию. Мне очень резонирует это сейчас. И мне неприятно. Ничего страшного. Это не проблема. Это не проблема. Я вам скажу, многие так делают. Поэтому мы пытаемся всем... Другие вопросы должна была я задать. Те, которые помогут мне проснуться. Но я благодарю всех. Созреет вопрос, и Юля, обращайтесь. С более интересными вопросами. Куратор будет только рад вашему росту. Все остальное сейчас зависит от вас и лежит в ваших руках. Вы чистая, заполненная энергией. Вы арктурианка. Вот. Высшее я на 12 уровне. Это высокий осознанный уровень. Ничего вам сейчас не мешает. Все вам советы дали. Начинайте работать над собой. И все к вам придет. Да, будет так. А так и есть. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой из зеленки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. И я на месте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok